Автор постановок более чем в 30 театрах, в том числе в Вашингтоне и Милане Бухаресте. Постоянный участник всероссийских режиссерских лабораторий. Один из пяти лучших режиссеров страны по версии журнала Тайм-Аут за 2020 год Георгий Ценобеладзе. В том же году он поставил спектакль эскиз в краевой драме Ихана Мувбийской. И тут же стал своим из-за необычной привычки. У него были такие с загнутыми носками тапочки, и он в этих тапочках репетировал. И мне сейчас артисты говорят, мы когда его тогда в тапочках увидели, поняли, что наш человек. Могу босиком, могу в чем-то, но не могу выйти на сцену в уличную обувину. И вот Георгий назначен главным режиссером краевого театра драмы. Эта должность поставала 10 лет и вряд ли освободится в ближайшие годы. Это брак, он предполагается по любви. Хотя я не возражаю, если у Любови Михайловны этот брак по расчету. Главное, чтобы расчет был правильный. Поэтому, естественно, когда заключаешь брак, предполагаешь, что он будет всегда. Вечно. Опасения журналистов не безосновательны. Тройка последних главных режиссеров драмы запомнилась яркими постановками и скандальным уходом. Владимир Золотарь создал Войцика, который прославил Алтайский театр на всю Россию, получив золотую маску, и возмутил против себя власти. Роман Феодорий поставил на нашей сцене мамашу Кураш и ее дети. Еще одна золотая маска. По негласным источникам уволился из-за недопониманий с труппой. Илья Реттенберг отличился смелыми метафорами разгневов некоторых зрителей, а потом и чиновников. Из-за проблем с самовыражением и организацией процесса покинул театр. Есть ли рамки дозволенного для нового главного режиссера? Руководство театра уверяет, что нет. К великому счастью, у нас вменяемый министр и вменяемый губернатор. Я очень мечтаю, что они останутся еще надолго, потому что за последние пять лет ни разу никто даже не попытался пальчиком погрозить. Георгий Ценобеладзе уже готовит первую постановку «Король лир» с легендой Алтайского театра Георгием Обуховым. Признается, что часто выбирает для работы прозу. Уверен, нужно выбирать произведения, которые пересекаются с историей России. И не боятся экспериментировать. Мне приятно смотреть в афишу, в которой есть названия, которые не идут в других театрах. Мне нравится, что здесь ищут, пробуют, где-то дебютируют. Директор Любовь Березина сказала, что теперь у нее появится время для работы над экспериментальной сценой. А Георгий Ценобеладзе обозначил такие будущие премьеры, как пластический спектакль и работу про Германа Титова. Заверил, что поборется за молодежь. Ведь если старшее поколение идет в театр по привычке, молодые люди это делают, когда им действительно интересно. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком.